Украинский психолог, эксперт в вопросах детской возрастной психологии Дмитрий Карпачёв поделился актуальными советами, как родителям с пользой провести время в карантине, наладив отношения с детьми, как сблизиться с ребёнком в период карантина. По мнению психолога, все родители прекрасно знают, что дома ребёнка можно занять компьютерными играми и просмотром роликов на Ютюбе, ведь для многих это самый эффективный способ, не так ли? Как занять ребёнка, родители знают, но проблема возникает именно тогда, когда ребёнку не хватает родителей. Раньше он не мог до них дотянуться, потому что все были на работе, а теперь любимые мама и папа рядом, а ребёнку всё равно не хватает внимания. Но пребывание в карантине нельзя назвать для всех счастливым семейным временем. Взрослые по возможности перешли на работу дома, и каждый воспринял это по-своему. Оказалось, что нелегко совмещать рабочие моменты с домашними, но это не единственные сложности в сложившейся ситуации. Советы от Дмитрия Карпачёва. Больше внимания ребёнку. Если честно, я бы рекомендовал родителям халтурить от работы и уделять время детям. Это мой честный совет. Ведь когда, как не сейчас, у детей появится такая возможность проводить время с мамой и папой. Изучите интересы ребёнка. Попросите ребёнка рассказать вам, чем он по-настоящему влечён. Изучите его любимые компьютерные игры. Посмотрите вместе любимые мультфильмы. Это первый и самый простой способ сблизиться с ребёнком. Прекрасный способ понять его. Главное, не осуждать его интересы. Найдите новые развлечения. Я бы советовал купить побольше настольных игр, за которыми может собраться вся семья. Купить художественные и познавательные книги. И более активно заниматься с детьми. Всё зависит от возраста и интересов каждого ребёнка. Устанавливайте правила. Конечно, во время карантина нельзя забывать об учёбе. Правила должны быть в жизни ребёнка вне зависимости от того, он находится на карантине или в школе. В данной ситуации можно по-новому преподнести детям учебный процесс. Смотри, раньше ты тратил на учёбу 6-8 часов в день. Теперь же всего лишь 3. Такую выгодную идею можно хорошо подать ребёнку. Дорогие родители, берегите своих детей. Участвуйте в их жизни. Играйте с ними. Постарайтесь понять, помочь и выслушать. Ведь дети – это наше будущее. И только от вас зависит, каким мир будет завтра. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова